Уважаемые коллеги, вчера мы приняли очень важное решение. Я полагал, что руководитель комитета по информационной политике господин Хельштейн выйдет на экраны и подробно расскажет, что было реально в Думе. Хотя он выступал на всех каналах, но он увлекся политесом вместо того, чтобы выполнять функции как руководителя канала. Он даже не сказал, что КПРФ голосовало против обнуления, что мы голосовали за ту таблицу, у которой есть 22 нашей поправки, что мы категорически против остановки ремонта Конституции, что мы настаиваем на 15 поправках и для этого внесли закон о конституционном собрании. Вместо этого он говорит, что КПРФ боится выборов. Мы не боимся выборов, мы лучше других готовы, мы в этом году будем участвовать. Но речь шла вчера не о выборах. Слава Богу, приехал президент, почувствовал обстановку и внес свою ясность, что имеет принципиальное значение. Вчера господин Хейнштейн шла речь не о выборах, а о российском Майдане. Почему? Объясняю ему лично, если он отвечает за информационную политику. Я требую расследовать это беспардонное поведение. Речь шла о двух крупнейших российских кампаниях по Конституции и по выборам в Государственную Думу. Еще никто ни разу в жизни за пять месяцев такие кампании не проводил. Это означает, что на фоне мирового кризиса спада цен на нефть, роста цен на товары, они вырастут на 20-30%. Надо проводить две кампании, в которых люди выйдут и скажут, чем вы занимались там, почему вы ничего не решили. Поэтому мы и предложили целый ряд поправок, которые улучшат положение граждан. Поэтому вы провоцируете российский Майдан, потому что уже дали задание речевые администраторы, которые вами руководят, 70 на 70 голосовать во всех областях. А это означает, что будет выжимать результат насильный, такой же результат будет выжимать в сентябре. А это означает всех на улицу выгнать и превратить все в кровавую кашу. Президент понял вчера это. Лучше других. Он силовыми ведомствами руководит, а вы вместе там занимаетесь гвардейцами. Поэтому я настаиваю, чтобы рассмотрели внимательно. Наша ночная беседа с президентом, которая длилась три часа, дала свои результаты. Я благодарю Жириновского, Неверова, Миронова. Они проявили мужество, когда доказывали президенту, что надо максимально концентрировать усилия на выполнении его послания. Провалили программу 20 на 20, провалили одинницу указов. И полностью, если этот год потеряем, провалим его установки, войти в тройку, выйти на мировые темпы, одолеть бедность и победить вымирание. Тогда что, с чем мы придем завтра и какой может быть мирный нормальный транзит власти? Никакого. Поэтому мы предложили бюджет развития, программу поддержки агропромышленного комплекса. Сирид Гордеев, Кашин, Харитонов. Вы поддерживали. Давайте попробуем реализовать 5-7 программ. Я их абсурдал с Мишустиным. Он готовится своим правительством идти с реальной программой к нам, для того, чтобы производство двигать вперед, людей поддерживать, а не заниматься политиканством, которое дурно пахнет. Обращаюсь к руководителям канала 24. Вы показывали пример объективной информации, что с вами происходит в последнее время. Вы вчера даже прямой репортаж из Думы превратили в кашу, грязную кашу. Неверова нет, Миронова нет. А из меня все выбросили. Зачем вы тут присутствует? И в чем смысл информационной политики? Сейчас вы не перекроете, что бы вы ни делали. Есть сети, есть возможность нам выступить по любым каналам. Но надо проводить политику, которая укрепляет страну. Вчера президент говорил, что на живую нитку, действительно, многое на живую нитку. И от того, как мы консолидировано, профессионально и грамотно будем вести тут, зависит и стабильность в стране, и нормальное развитие событий, и преодоление крайне сложных кризисных явлений. Мы сегодня будем голосовать, так и вчера голосовали. Наша позиция выстроена. Мы в Орле проводим в субботу крупный международный форум по экономической стратегии. Приглашаю вас принять участие. Я думаю, и вам будет интересно. А средства массовой информации настаиваю отражать события, какие есть на самом деле. Или вы нас вернете снова в 90-е. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова